Теперь переставляю слово госпоже Зеленковой. Спасибо, госпожа, приседать. Отвечаю, в ответ на оккупацию Крима, мы лишили Россию права голоса и всех должностей в парламентской ассамблее в апреле прошлого года. Мы также заявили с собой право отозвать полномочия, отозвать российские делегации, если Россия не прекратит аннексию Украины. Как ситуация эволюционизировала Россия незаконно, сделала Крым частью своей территории. Как следствие этого атмосфера страха была насажена, права человека нарушаются, убийства, заключения в тюрьму, запугивания не только прямых оппонентов, противников оккупации Крыма, но и татарского народа, стала элементом их раздневной жизни. Десятки тысяч человек бежали оттуда. Мы все знаем, что после этого последовательства российская попробовала реализовать тот же сценарий в Донбассе, а также, как и в случае Крымского кризиса, Москва заявила, что она не имеет никакого отношения с аннексией территории Украины. Мы все знаем, что Россия стала инициатором и администратором вооруженного восстания против Украины. Каждый день наши наблюдатели, журналисты, службы разведки формируют о нас, о конвоях вооруженных военных техники, которые поставляют оружие от тысячи российских солдат, которые направляются из России на украинскую территорию, для того, чтобы поддержать восстарших. В результате войны сотни тысяч людей было уничтожено покинуть свои дома. Мы уверены, что это стало причиной огромной ненависти. И прежде чем люди смогут мирно жить, пройдет большое время. Никто не нанес большего вреда русскоязычным гражданам Украины, чем президент Путин. Война была бы закончена давно. Мы должны аннулировать полномочия, поскольку они начали новую войну. Россия должна понять, что если она продолжит свою экспансионистскую политику, то она не будет здесь полуправленным членом Совета Европы. Спасибо.